МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации, толерадая компанией Гомель, у студии працуя Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Ситуация под контролем. Сегодня на Гомель-Шпалерах прошла на радость уделом старшини облаканкаму Владимира Дворника. Готовы до любого развития подей. Вратовальники сёння отпрацовывали деньни в умовах поводки. Час молитвы и добрых справ у православных верников расплачался Великий пост. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. Об комплексном развитии Минска сёння шла размова на встречу президента со старшинёй Мингарвы Конкама. На прадку дня одразу некальки надзённых пытанев от объёма обудовництва и его кошту до развития национального аэропорта. Так Александр Лукашенко выказался об необходности уводу у эксплуатацию другой взлётно-посадочной полосы уже гэтой весной. А в наиближайший год-два повинна быть запущенная электричка, якая звяжа Минск с поветранной гаванью. Что дотычится будовництва, запланованный курс на что годовое скорочение объёма у звядения жилля у столицы. Мы договорились о том, что потихоньку, это насколько мне получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, возьмите Питер. Я уже не говорю о Москве. Когда ресурсы трудовые, в том числе, стягиваются в одно место, у нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живёт. Дальше нельзя. Минск не резиновый. И я вот знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию. Да и города-спутники определены, они недалеко. И главное, чтобы связь была транспортная и рабочие места. Особная увага – это не квадрата. Керавник державы доручил выучить опыт работы с завода эффективных промысловых конструкций. Некольки годов тому президент позволил выделить предприемству необходимые будовничные опляцовки, а организация возводила жильё с рентабельностью не выше, как 5%. Когда эксперимент отрымался, необходимо его протягнуть. Протягиваем выпуск. Работа участка трафаретного другу открытого акционерного товариства «Гомельшпалеры» будет спынена еще на 10 дней. За этот период тут плануются провести работы, которые позволят снизить неприемный пахот в творчестве. Такое решение принято сегодня на нараде, которую провел на предприемстве старшиня гомельского облаконкаму Владимир Дворник. Сегодня вытворчество виниловых шпалеров на предприемстве спынена. Головные работы тут связаны с контрольными мероприемствами, которые проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Розные режимы, разные фарбы, разные нагрузки. Необходно докладно высветлить, какое решение створяет неприемный пах. На минулом тыдне на гомельшпалерах и прилегающей территории працавали ученые Санкт-Петербургской лаборатории имя Менделеева. Методик, которые тут выкористовываются, нема ни у одной доследшей установки Беларуси. Даді не на предприемстве отримают 23-го сековика. Мероприятия будут проводиться и в дальнейшем для того, чтобы минимизировать то, что беспокоит людей. Это, прежде всего, запах. Установить причину и, соответственно, чтобы его аннулировать. Это шум. Мероприятия уже проведены, но еще требуют проведения корректировки. И проведения также мероприятий по самому цеху производства виниловых обоев. По частной рады с уделом геравництва в области, холдингу «Беларуские шпалеры», размова об мероприемствах, яке необходимо выполнить в ближайший час. Починаючи от перехода на большякосные фарбы до модернизации унутрицеховой вентиляции. А про чатаго, полторы дни тому, на промысловой трубе установили специальный азонатор, який будет смагаться с неприемным пахом. Сегодня у одновления работы цеха виниловых шпалеру затекавлено усе. Контролирующие организации, местовые органы улады и само предприемство. Обовязковая умова одна, бы творчесть должна быть полностью безопасной. Будем строить защитный саркофаг вокруг шумового барьера, чтобы убрать его. В течение 10 дней мы планируем это все сделать. Сделать эти все работы, мероприятия. Я думаю, что положительный эффект от них будет. Кроме того, в течение этого срока мы должны получить заключение института имени Менделеева, который подскажет нам о том, какие же вредные загружающие вещества имеются в окружающей среде, что выбрасывает предприятие. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». В ротовании потерпелых подчас поводки, отпомповывание воды с подворка, транспортировка людей по навесной переправе и оказание меддопомоги. На базе аварийно-вратовального отрада Гомельского областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях пройшли такты к специальной обучении. Я не вялись в умовах вельми кепска надворья, але от працевка навыков эвакуации людей проведена докладная худка. Марина Джалая с подробязностями. Великой воды всю лету весну в ротовальники не чекают. В прошлый раз сруйозная поводка была в 2013-м. Тогда потерпел омалькожный район в области. Покужая ситуация достаточно спокойная и прогнозуемая. В зоне Рызыки, як и звычайно, Гомельске, Нараулянске, Житковицке районы. Але еще раз отпрацовать механизм выротования людей при затоплении домовладанниев важно для проверки кожного навыка и деяния. Здарается так, что люди не жадают покидать свои дамы, либо з'являются хворыми, им потребна особливая допомога. Часть населения не хотят покидать свои домовладения и остаются в домовладениях. Поэтому приходится к ним пребывать, передислоцировать. Также могут быть проблемы со здоровьем у населения. Это обратно же своевременно оказанная помощь поможет человека спасти. То есть кто-то получит травму, кто-то с сердечным приступом и так далее. То есть только быстрое наше реагирование на данную ситуацию помогает спасти людей. Для мобилизации в выпадку необходности на Гомельшине створено 20 взводных отрадов. Каждый складается с 30-40 человек. У их распоражения все необходные техничные сродки, как для выротования на воде, так и для эвакуации людей, живел сельгаз-гасподарок. По центру оперативного управления, который ведет постоянно статистику и анализ плавательных средств населения и организации, у нас числится более 10 тысяч лодок различного типа. Это и весеные, и моторные, баржи, катера, которые в случае необходимости по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут задействованы в ликвидации плаватка. Также более тысячи водооткачивающих техники, из которых 170 техник МЧС, а остальные техники организации, которые в случае необходимости также могут задействоваться в ликвидации плаватка. Вырошены и пытания по часовому размещению населения, когда в этом появится необходимость. Таких пунктов в регионе будет около 90. Это гостиницы, санаторы, установы адвокации. Расселить можно будет около 6 тысяч человек. Летность, например, эвакуация населения с частково затопленных территорий не спотребилась. Есть подявление, что до крайних мер не дойдет и все лето. Марина Джалая, Валерий Хапанько, Телера, компания «Гомель». По оперативной информации областного гидромедцентра, на большинстве рек зараз означается стабильное снижение взрыва воды. Ни на одной из них вода не вышла на пойму. Ледовая покрыва ускрылась уже на всех реках, а тому значного повышения взрыва воды не чекается. В перспективе изменить ситуацию могут стольки протяглые мощные дожды. По состоянию на 11 марта все реки области полностью очистились от льда. На реках бассейна Днепра, Березины и Сажа наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью от 1 до 16 сантиметров. А на реках бассейна Припять идет их незначительный спад. Его праца связана с ризикой и высокой отказностью. Герой нашего наступного сюжета Петр Бежунов, лепший инспектор ДПС Держа Аутоинспекции Хомельской области. Про свой случайный працевный день он рассказал нашим корреспондентам. Профессии инспектора ДПС часом не обмежевываются непосредными обовязками правооховника. Человеку в форме ДПС приходится быть одночасовым психологом и медиком. Нельзя забывать обветливости, а тем часом сама праца и небеспечная, и тяжкая. Справится со складанностями, допомогая, жадание приносить корысть людям и робить дорогу безопасной. В УВД пришел в 2003 году, это в центральный отдел милиции, я пришел, был милиционер и водитель. Последним отработал несколько лет, перешел в оперативно-поисковый отдел, где там тоже отслужил. И последним мне пал выбор на госавтоинспекцию, куда последним перевелся и служил до настоящего времени. Сегодня Петр Бежунов – опытный инспектор, якому доручают рихтовать новичков. За плечами высшей педагогической адукации, значный стаж. За парадой до Петра Бежунова нередко звертаются колеи. Ведают, и он не отмовит. Он является профессионалом, к которому можно всегда обратиться за помощью. Всегда подскажет, никогда не откажет. Бывают сложные ситуации, дорожно-транспортные происшествия, которые терпят какого-то вмешательства еще более опытных сотрудников, как таковым он и является. До кожного водителя инспектор шукая свой подыход. Говорить, без этого не обыстися. Психологию тоже надо знать. Подход найти к человеку, определить, что там, как у него. Какие-то семейные обстоятельства, может у него, что он так допустил, нарушение какое-то. Либо еще иной фактор, способствующий нарушению. Петр Бежунов уповнен, и когда хочешь достигнуть успеха, нужно гонориться обраной профессии. И властным прикладом доказывает это. Евгения Кухарона, Калеса Рузянкова, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Выбираем студотрат. Акция под такой назвой произошла сегодня в научных установах «Гомеля». Территориальные штабы студентских отрадов БРСМ открыли плясовки, на которых представляют информацию об макшимости працелоткования, пропоновывают заполнить и покинуть анкеты с заявки для працы в летний период. Как рыхтуется до працонного семестра активная молодь беларускага державного университета транспорту, доведался наш корреспондент Павел Михно. Добрая репутация студентских отрадов беларускага державного университета транспорту давно вядомая не только на территории Гомельщины, але и далека за ее межами. Тому для молодых людей удел у Будатрадовским руху – это еще и престижно. В холле Белдута десятки студентов стали учаргом, как записаться у Будатрад, и покинуть пожадания для будущих бойцов студатрадовского руху. Но язык уже этим летом унесет свой уклад во взведение знаковых для краины объектов. Наши отряды в своем большинстве ездят на строительство каких-то крупных объектов. На протяжении последних двух лет это была областная молодежная стройка по улице Жаковского, детская наша больница, также Белорусская атомная электростанция. Крупный республиканский проект, и наши студенты принимают ежегодно участие в строительстве этого объекта. Студентские отрады будут працывать и на будовле разных объектов у сельской мясовости. Традиционно формуются отрады, которые выезжают на работу у российские регионы. А крымя бы давничий галяны, молодь на территории России будет занята у складе сервисных и педагогических отрадов. Такий широкий выбор на прамках деятельности позволяет молодым людям выбрать працу по души, а заодно отримать неоценный опыт. Это все-таки строительный вуз, как-никак. Это будущее наше, моя профессия. Мне было интересно посмотреть на это все, пощупать, как оно будет дальше. Научился преодолевать какие-то физические трудности и помогать тем, кто уже устал. Это очень важно. То есть помогать тем, кто в этом нуждается. Этому также учится строительный отряд. Активисты университета пообещали прикласти усе намаганни, как подсвердить звание самого лепшего у Гоминской области штаба первичной организации ВНУ. Тому за маль 10 тысяч человек, яких плануются задейничать в этом году в студотрадовском руху Гомишины, будет немало представников Белорусского государственного университета транспорта. Павел Михно, Валерия Хапанько, телерадоакомпания Гомель. Выпускный баль и святочный концерт. В Центре инклюзивной культуры завершился же ночи аддукационный проект «Упэлненная». Его героинями стали 8 жанчин, которые на протягу 8 дней удельничали в мастер-классах по актерским мастерствам, психологии, хореографии, дефиле, визажи, а так само бизнес-коучингу. Все занятки были бесплатными. Педагоги показали удельницам, что для выполненного у себя человека перешкоды барьеров в саморазвитии не существуют. Головное – жадание рухаться наперед. Финалом проекта стал святочный концерт с уделом коллектива у Центра инклюзивной культуры и запрошенного гостя – баяниста-виртуоза Виталя Воронко. Мне нравится, что ты у меня красавица, и я тебя без ума. Что я влюбился без памяти, что ты такая одна. Женщинам, у которых есть, может быть, инвалидность, пожелать найти себя, реализовать какие-то свои творческие порывы. Можно научиться играть на музыкальном инструменте, нарисовать картину и также радоваться жизни. Подобных еще не проходило в проектах, не проводили такие. А уникален тем, что он инклюзивный. В нем участвуют восемь женщин совершенно разные. Две колясочницы, две слабослышащие, слабовидящие, спинальники, а также и мама, которая слышит, у которой все в порядке со здоровьем, но у нее ребенок. Ну почему она не может участвовать? В этом и есть инклюзия, когда мы вместе что-то делаем, сплотившись и говорящие, и неслышащие, и колясочницы, и ходящие. У православных верников сегодня распачался Великий пост, час молитвы и добрых справ. Это самые строгие дохи сашмадзенных постов православной церквы. Он продолжится 7 дней, все лето с 11-го соковика по 27-го красовика. По час Великого посту по церковным статуте забороненное уживание продуктов живельного походжения, мясо, молока, яек и рыбы. С понеделка по пятницу, коли на гэтые дни не приходится какое-нибудь свято, необходимо отмавляться и от Рослинного аллею. Рыба дозволяется двойче на благовещение и в вербную неделю. В тот же час махчимые и послабленни, які залежатся от здоровья человека и роду его деятельности. Церква вучит, что головная у Великим посте частиня духовная. Меру гэты перы едва рта выконовать во всем. Глыбинная сутность посту тем, как человек взвысился морально, очистил свою душу, просякнулся любовью и милосердностью до новокольных. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by На гэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Небывалые залежи чистого спирта обнаружили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями в лесном массиве под Калинковичами. Объем найденного пищевого углеводорода составил 900 литров. Накануне праздника 8 марта оперативники АБЭП во взаимодействии с участковыми инспекторами Калинковичского РОВД обнаружили схрон контрафактной спиртосодержащей продукции. Тайник находился в лесном массиве в полутора километрах от одной из деревень Калинковичского района. Милиционерами изъято 90 полимерных канистр емкостью по 10 литров. В настоящее время спиртосодержащий контрафакт направлен на экспертизу. Сотрудники Калинковичского РОВД проводят проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств появления 900 литров спирта в лесном массиве. Испугалась собаки и выбежала на проезжую часть. В речице ребенка сбила машина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта. Собака набросилась на 11-летнюю девочку на перекрестке Чапаева-Калинина, когда та шла по тротуару. От испуга школьница внезапно выскочила на дорогу, где ее зацепил легковой автомобиль. После удара девочку обратно откинула на тротуар. Водитель автомобиля Volkswagen Golf решил наезд на ребенка, 11-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за напавшей на нее собаки. У пострадавших диагностировали закрытый перелом правой ноги, на теле рана от укуса на левом бедре, ссадины на лбу и правом предплечье. Девочка находится в больнице. В этот же день на больничную койку попал и житель деревни Китин Жлобинского района. Управляя мотоциклом марки Ява без мотошлема и не имея на это права, 32-летний парень в деревне Щедрин съехал на обочину и врезался в дорожный знак. Мотоциклист получил черепно-мозговую травму и с сотрясением головного мозга был госпитализирован. Скорее всего, сигарета, выкуренная на кровати, послужила причиной пожара в деревне Липово Калинковического района, где погиб хозяин. Такой версией придерживаются спасатели Калинковического районного подразделения МЧС, выезжавшие вчера на ликвидацию пожара в квартире. По прибытию к месту вызова на втором этаже панального двухквартирного дома наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен обгоревший труп хозяина квартиры, который проживал один. Пожар ликвидировали. В результате повреждены три квадратных метра деревянного пола, посильные принадлежности и стены. Такая же печальная участь днем ранее постигла жителя деревни Салтаново Реческого района. В доме на полу в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего хозяина 1971 года рождения. Супруга к приезду МЧС находилась на улице. В результате пожара огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме повреждены стены по всей площади. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. По обоим случаям проводятся проверки следственно-оперативными группами. Назначены экспертизы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Борьба нервов. Драматичной для женской команды гонбольного клуба Гомель оказалась развязка четвертьфинальной серии против испанской Ракасы в Кубке вызова ЕГФ. Первый поединок прошел в Испании неделей ранее и завершился победой. Хозяек со счетом 24-18. То, что отыграть отставание в шесть мячей более чем реально, гомельчанки показали в первом тайме ответного матча. Дважды хозяйки паркета уходили в отрыв на три мяча. Однако каждый раз, благодаря собственным ошибкам, разбазаривали преимущества. Концовку первой половины игры испанки выиграли 4-0 и отправились на перерыв, ведя в счете 12-11. К 40-й минуте гости вели уже два мяча 16-14. На этом их запал иссяк. Было видно, что силы покидают испанскую дружину. Подопечные Томожачатора сохранили свежесть и смогли обеспечить нужный результат. Оставшийся отрезок матча Гомель выиграл со счетом 10-2. К финальной серии на табло Гомельского дворца игровых видов спорта горели цифры 24-18 в пользу хозяек. А это значит, что судьба путевки в полуфинал решится в серии семиметровых бросков. В решающий момент рука тверже и нервы крепче оказались у испанских гандболисток, которые отправились в полуфинал Кубка вызова ЕГФ. Могли бы в последнюю минуту, когда был шорт 24-18, немного поспешить, сделать ризик, но могли бы потерять мяч и получили бы сразу гол. Поэтому спокойно отыграли на тот же самый шорт и решали семь метров. Ну, это, знаете что, это литерия. Хочу поздравить вратаря, и первых, и вторых. Хорошие стояли, девушки. Что сделали, то, что договорились, немножко поменяли защиту, 6-0 на 5-1. Здорово все, но просто жалько, просто заслужили, заслужили эту игру, потому что если бы и так играли в Испании, пришли бы домой с победой. Горевать по поводу неудачи в Еврокубках у гомельчанок попросту нет времени. Уже на следующий день команда отправилась в Белыничи. День оставила камня на камне от Березины. 40-15. 16 марта в Минске подопечные Томожа Чаттера играют с БМТУ «БелАЗ». А 17-го в Бресте против Берестия. Светлогорские ЦКК и гомельская БЧ по итогам 19-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу улучшили свои турнирные позиции. Железнодорожники в принципиальном поединке благодаря голам Гуменюка и Перемитина обыграли столицу и отодвинули последнюю на пятую строку в турнирной таблице. ЦКК в Микошевичах со счетом 5-4 обыграл «Гранит» и вернулся в зону плей-офф. С таким же счетом в РЗ одолел неуступчивое ОВД «Динамо». Вагоностроители по-прежнему на вершине турнирной таблицы БЧ на расстоянии 1 балла от тройки сильнейших. ЦКК на 8-м месте. В ближайшие выходные в 20-м туре ВРЗ в Гомеле сойдется с ближайшим преследователем Виттеном. Победитель возглавит турнирную таблицу чемпионата. БЧ дома играет с «Динамо» БНТУ, а ЦКК с территорией. Гомельский «Локомотив» проиграл Витебску в первом матче 1-4 финала Кубка Беларуси по футболу. Единственный гол в этом матче на 86-й минуте забил Антон Матвеенко. Ответный поединок пройдет в Гомеле на стадионе «Сдюшор-8» 16 марта. Начало в 14.00. Мозырская славя обыграла украинскую «Волынь» 1-0 в рамках своего турецкого сбора. Футбольный клуб «Гомель», который также готовится к новому сезону в Турции, в минувший уикенд провел два спарринга. Зелено-белые обыграли 2-0 финский «Лахти» и минимально уступили украинскому «Металисту» 1925-01. Между тем, пресс-служба клуба сообщила о подписании новичка. Россиянин Гурам Тетрашвили призван укрепить оборонительные ряды зелено-белых. Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год. Футболист ранее выступал за российский «Автодор», «Луч Энергия», «Тосна» и «Анжи». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова